Привет, друзья мои, и добро пожаловать в игру The Sims 4. Мы продолжаем с вами самую малость хардкорничать в игре, и сегодня нас ждет достаточно интересный и необычный челлендж. Причем самое интересное, что домик, который у меня получился, абсолютно жевабельный, если можно, конечно, так сказать. Я запустила в этот домик персонажа, он у меня побывал на каждом этаже, проверил все предметы, и все работает. Поэтому сейчас мы с вами будем строить самый узкий дом в игре. Но перед тем, как мы с вами перейдем к этой постройке, я бы хотела, конечно же, вас всех поздравить с праздником. Обязательно поздравьте ваших родных и близких, я желаю вам всем счастья, здоровья, ну и, конечно же, улыбок каждый день. Ну а пока что давайте перейдем к нашей постройке, я вам расскажу вообще, откуда взялась вот эта вот идея. Не так давно мне бездарный Дарья, я думаю, что многие уже его знают, скинул мне фотографии самого узкого дома в мире. Между прочим, я его тоже хочу построить, но там у нас будет немножечко другая постройка. Домик достаточно интересный, необычный, я надеюсь, что мне удастся построить его в Sims 4. Но я решила попробовать пока что начать с обычного узенького домика. То есть, каждая комната в этом доме занимает 6 клеток. Причем, учитывая, что я использовала вертикальные лестницы, наверняка меня кто-то спросит, откуда я взяла эти лестницы. Ребят, если у вас лицензия, вы должны каждый раз, когда выходит обновление, обновлять свою игру. Тогда у вас бесплатно, абсолютно бесплатно будут появляться вот эти вот все предметы. А-ля вертикальные лестницы, стеклянные крыши, насколько я помню. Возможность ставить лестницы, Г-образно или же П-образно их строить. Ну, то есть, поворачивать не только прямые ставить, но и под разным углом. Поэтому обязательно проверяйте обновление. В общем, возвращаемся к нашему домику. Ну, я решила раз хардкорничать, то хардкорничать. Но, как вы понимаете, если у нас каждая комната рассчитана на 6 клеточек, и у нас лестница занимает 1 клеточку, а учитывая, что мы будем подниматься вверх, то есть у нас должен быть узкий и высокий дом, то минус сразу же 2 клеточки. Единственное исключение, это комната под землей. Я решила, что у нас обязательно должна быть 1 подземная комната. Сначала я думала там разместить кабинет. Но затем встал вопрос, где же разместить кухню. Поэтому я решила внизу разместить кухню. Дальше, выше у нас идет что-то типа столово-гостиной. Затем идет рабочий кабинет, ванная комната. Потом идет спальня и обалденный балкончик, который мне очень сильно понравился. Он выглядел крайне круто. Поэтому я думаю, что нашему персонажу он тоже должен зайти. Все предметы в этом доме абсолютно функциональны. То есть ваш персонаж может здесь спать, кушать, ходить в туалет, принимать душ, смотреть телевизор. Ну, в общем, жить как абсолютно нормальный полноценный персонаж. И вообще не париться из-за того, ну, какого размера у него домик. Это действительно очень маленький домик. Учитывая, что у меня здесь, грубо говоря, получился, значит, 1, 2, 3, 4, 5 комнат по 6. То есть этот домик рассчитан на 30 клеточек. Ну, можем считать еще, конечно, верхний этаж. Тогда у нас получается 36 клеток. И, согласитесь, для 36 клеток этот домик получился очень маленький. Кстати, вы можете, конечно, убрать вот эти все этажности. Вы можете просто вот эти комнаты поставить рядышком. И, знаете, у вас получится, на мой взгляд, достаточно неплохой дом. Кстати, можно было бы такой, знаете, типа Тетриса сделать. Комнаты как-то подвигать и посмотреть, что из этого получится. Вообще, как вы знаете, я очень люблю такие вот всякие челленджи с режимом строительства. Там, где нужно что-то где-то куда-то перемещать. Где-то как-то нужно придумывать функциональность. Поэтому я думаю, что нас с вами ждет большое количество подобных, ну, не прям таких, конечно, домиков. Но что-нибудь такое хардкорное хочется, конечно, всегда построить. Ну и плюс, конечно же, хотела вам сказать большое спасибо за то, что вы очень высоко оценили ту деревушку на мосту, которую я строила неделю назад, получается же, правильно? Я уже начинаю путаться в датах. Мне очень было приятно, что вам она понравилась. И знаете, я все равно не теряю, как бы, идеи попробовать действительно уже не на мостике построить, а просто классическую небольшую деревушку. Только пока я не знаю, в каком стиле ее построить. Хотя, ребят, сейчас будет вам маленький спойлер. Где-то, наверное, полгода назад, если не больше, я уже начинала строить что-то типа средневековой деревушки. У меня уже в этой деревушке даже построена большая таверна с гостиницей. Почему-то я сразу вспоминаю горцующего пони из Властелина колец. Также там была построена достаточно большая церквушка и даже кладбище. Но затем я как-то, знаете, эту деревушку, как обычно, отложила. Вообще, я думала ее взять для выживания. Вы знаете, что у нас есть такая вот рубрика «Выживание подписчиков 74». Но затем я поняла, что, ну, наверное, эта деревушка будет немножко не то. Если вам она интересна, если вы хотите увидеть, как я ее дострою, то, конечно же, напишите в комментариях. Ну и затем, я думаю, что если у нас будет выживалка, то у меня тоже есть две идеи. Либо же выживание в лагере «Кристальное озеро». По-моему, уж так назывался «Кристалл Лейк», где был Джейсон. Либо же можно, конечно, «Отель Сияние». Но вот с отелем будет чуточку сложнее. И я знаю, что сейчас огурчик напишет, где Малфа и Мейнер. Я думаю, что я тоже в ближайшие дни наконец-то засяду за Малфа и Мейнер, потому что хочется тоже его построить. Я вроде как упорядочила свое расписание, чтобы можно было чисто сесть за Малфой и Мейнер. Я люблю большие постройки, но только тогда, конечно, когда есть вдохновение. Хотя самое интересное, что на вот эту вот постройку маленькую у меня ушло очень много времени, где-то, наверное, часа два-три. Более, нет, больше двух. Наверное, около трех часов, потому что самая была большая проблема — это все расставить. Все проверить, все расставить, продумать план, как что здесь должно быть размещено. Ну и, конечно же, вот эта вот проблема с лестницами. В том, что они у нас занимают достаточно много места. В том, что вам нужно как-то это все разместить грамотно, красиво. Я, кстати, использовала вот эту вот красную полочку для того, чтобы поставить предметы. Мне, честно говоря, вот с этой вот красной полочкой очень нравится действительно создавать вот такие вот композиции. Я ее не часто использую, только если мне хочется какой-то вот визуально красивый создать такой вот домик. Но если нужно, конечно, суперфункциональный, то я полочкой пользуюсь, конечно, реже, потому что мне писали, есть один большой минус этой полочки. Если вы, допустим, ставите эти полочки на кухне, то ваши персонажи затем туда могут складировать огромное количество тарелок. А нам с вами это не нужно. Особенно я представляю, если бы это сотни детей не сделали. И мне было бы страшно. Кстати, сотни детей вас ждет очень интересный поворот, очень интересное событие, вы скоро об этом всему узнаете. Ну и, кстати, по поводу... Я, между прочим, озвучиваю этот ролик после нашего сегодняшнего 4,5-часового стрима. Кстати, стрим получился очень классным. Посмеялись, если вы пропустили. Посмотрите в записи, потому что мы строили кринж-квартиру. Ну и плюс, конечно, мне немножко подсел голос, поэтому прошу прощения, если вдруг... Если вдруг что... И я на этом стриме рассказывала, что в который раз у меня возникают вопросы от подписчиков, когда у нас будет Sims 3 или Sims 2. Sims 2, к сожалению, сейчас есть проблема. Я, к сожалению, почему-то не могу запустить на своем компьютере эту игру. Не знаю, в чем беда. Я буду разбираться. То есть пока что Sims 2 мне придется отложить. У меня лицензия, у меня есть Sims 2, полная коллекция в Origin, но она почему-то не идет. Sims 3 я запускала, даже пробовала что-то построить для себя. Да, и знаете, ну мне понравилось. Да, есть фризы. Меня они очень сильно бесят. То есть это, ну, достаточно большая такая вот проблема. То есть графику мне пришлось очень сильно понизить. Не люблю низкую графику в играх. Ну вот не люблю и все. Но тут что поделать. Поэтому, если вам интересно, мы можем поиграть в Sims 3, но надо придумать. Опять-таки я уже несколько раз об этом говорила. Что именно мы хотим в Sims 3? Мы хотим изучать мир, мы хотим изучать, например, локацию какую-то. Либо же мы хотим просто пожить. Либо мы хотим придумать какую-то свою историю. Ну, опять-таки тут надо действительно подумать. Я склоняюсь либо к челленджу, либо к изучению, наверное, всего мира. То есть, опять-таки, с Sims 3, как я уже много раз говорила, я практически не знакома. Я не играла в игру, если Sims... По сравнению с Sims 3, Sims 4 я знаю просто с закрытыми глазами. То есть, я к чему говорю, что Sims 3 я, к сожалению, практически не знаю ничего. Я помню, когда я Sims 3 поставила, я поиграла, это еще в далеком о каком году, еще до выхода, конечно же, Sims 4, я поставила игру, и я помню, что я довольно много времени проводила в Египте. Мне было очень интересно это все изучать, вот эти все локации, но это было более, ну, наверное, 8 лет назад, поэтому я уже просто ничего не вспомню. Но, с другой стороны, было бы интересно в это все, конечно, окунуться, потому что челлендж «Черная вдова» в то время мне очень нравился, когда мы с вами несколько лет назад его проходили. Мне, кстати, предлагали «Черную вдову» в Sims 4, ну, не знаю. Либо надо придумать какие-то свои модификации этого челленджа, потому что мне кажется, что у нас получится, по сути, то же самое. Либо, конечно, придумать разнообразные смерти, но с этим может быть чуточку сложнее. Ну, а пока что давайте перейдем к нашей постройке. Значит, вот у нас схема домика, если вдруг вы захотите построить его у себя. Если вы захотите попробовать, может быть, чтобы ваш сим попытался пожить в таком доме, то попробуйте, построите, и, может быть, вам даже понравится. Это такой, знаете, вот такой компактненький домик, но в то же время мне кажется, что это, кстати, дом для одного персонажа, и мы сейчас с вами к нему передвигаемся. Я добавила вот такие вот свисающие растения. Кстати, вот тот домик слева, это домик, я думаю, что... А ну, напишите в комментариях, из какого ролика вот тот вот домик слева. Ну, а мы с вами заходим, я добавила несколько деревьев, мне хотелось хоть какой-нибудь садик здесь разместить, потому что как-то было слишком пусто. Хотя, опять-таки, акцент у меня был чисто на дом, чтобы он получился функциональным. Вот такой у меня получился домик. Здесь у нас сидит барышня, для которой мы строили этот дом. У нее здесь есть вот такой вот костерок. Она сидит себе жарит там зефирки. Ну, а дальше за ее спиной находится вот такое вот баскетбольное кольцо. То есть, если ей хочется посидеть с друзьями, например, или покушать, вот смотрите, какую-то вкусняшку кушать, зефирку-нибудь. Она может здесь либо в баскетбол поиграть, либо же истории какие-то порассказывать у костра. У нее есть велосипед. Ну, а мы с вами заходим, попадаем вот в эту вот, ну, типа гостиную. Здесь можно сесть, почитать, покушать, или же посмотреть телевизор. То есть, все это у нас работает. Все вполне себе действительно функционально. Спускаемся вниз. Вот видите, у нас такая лесенка. Боком, бочком, бочком. И опускаемся, получается, на минус первый этаж. Здесь у нас находится кухня. В принципе, кухню можно было бы, конечно... Нет, я думаю, что именно здесь и надо. Потому что, если здесь ставить еще одну лестницу, то мы не сможем получить доступ ни к плите, ни, например, к вот этому вот... Ну, к столешнице не сможем. Значит, здесь я вот расставила различные предметы. Здесь у нас есть посудомойка. То есть, мыть всю посуду, к сожалению, нужно только с помощью посудомойки. Поднимаемся наверх. И движемся на второй этаж. На второй этаж мы тоже с помощью лестницы поднимаемся. Чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух. У нас там можно посмотреть, что на улице происходит. Здесь у нас рабочий кабинет. Может быть, у нас девушка-студентка. Она снимает вот такой вот странный немножко домик. И, знаете, ей, как для студентки, мне кажется, что места, ну, пока что хватает. Здесь у нее есть вот такой вот мольберт. Есть компьютер. Есть какие-то там расписания. Может, пишет вот такое вот зеркало. Посмотрела на себя красиво и пошла наверх. Наверху у нас как раз ванная комната. То есть, поднимаешься, если тебе нужно, в туалет. Здесь, кстати, стал вот этот комодик. Туалет, душ. Все работает. Все абсолютно функционально. Потому что у меня была большая проблема с комодом. Где его поставить? И вот здесь можно было разместить. Душ из снежных просторов. И теперь мы с вами аккуратно не вылетаем на улицу. Здесь у нас гель для душа, всякие дела. Поднимаемся чуточку выше. Вот это большая проблема, кстати. Это желательно, чтобы тоже пофиксили в Sims 4. Потому что чем выше мы поднимаемся, тем больше у нас камера летает туда-сюда, туда-сюда. Здесь у нас всякие висюхи. Вот я тоже повесила какую-то одежду. Здесь у нас, допустим, ее какие-то там расписания. Есть растения. Здесь у нее туалетный мини-столик. Она может себя привести в порядок, посмотреть в это зеркало. Ну а тут мы для вдохновения поднимаемся наверх. Несколько пальм. Да, друзья мои, пальмы. У нас сегодня на стрим были пальмы. Вот эти вот пальмочки. Здесь можно попить какой-то сачок, посмотреть на улицу, увидеть эту красоту. Мне кажется, получить просто огромный такой вот заряд позитива, огромный заряд вдохновения. И пойти заниматься своими делами. Ну что, друзья мои, я надеюсь, вам понравился этот ролик. Такой вот маленький, но, на мой взгляд, интересный домик у меня вышел. Все работает, все функционально. Поэтому челлендж мы с вами просто на изи прошли. Ну а вы, ребят, подумайте, какой можно еще такой вот кринжи-челлендж придумать для Sims 4. Я буду с вами прощаться. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Хорошего настроения, добра позитива, чаще улыбайтесь. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok